здравствуйте друзья уже третью осень мы дочуемся в санта-круз и уже третий раз мы становимся участниками такого фестиваля где местные художника вот в данном случае мы видим вот эту даму она делает мозаику очень интересно вот мы многих уже знаем лично вы можете прийти в дом художнику и вот там в доме выставка продажа можно поговорить пройтись таскать по творческой мастерской и мы в небольшой компании вместе с нашим соседом и приятелем которую вы хорошо знаете это виктор он обычно в панамке такой тканая сейчас вот просто в шляпе и его супругой значит вон они там вот они там вот и мы ходим гуляем и заходим к художникам виктор имея большой опыт общения с работниками культуры ходит со своим стаканом и там каждый раз значит там вино стоит но он в данном случае взял стакан на месте но опытные любители искусства ходят со своим потому что стакана может не быть вот слушай я чувствую здесь пахнет вот отсюда чувствую с такого расстояния как пахнет вино понюхай дай своим зрителям друзья мысленно с вами я чувствую что вы тоже многие зрители в этот момент пойдут открыть бутылку вот я знали мне все им пишут смотрел на вас и пошел открыть бутылку и на нуар пожалуйста пена нуар у кого есть пена нуар вы можете влиться в наш коллектив посмотрите здесь тоже табличка желтая стоит это очень это очень массово это мозаику делать а это тоже место ну ссоре вот фестиваль который мы смотрим он состоит из двух частей вот мы сейчас на северной части так вот гавани и на север так поэтому он захватывает северную часть санта-круза и вот дэвин спорт это целый месяц идет или сколько это идет один уикенд а всего следующий уикен он будет на юг другая часть и горы очень красиво вот так едешь по каким-то там задним закоулкам каким-то и вдруг выскакиваешь на какое-то место эти открывается сверху вид на всю как это сказать монтарейбе ивановскую ну монтарейбе это скорее залив я бы сказал да очень красиво на всю монтарейбе потому что дороги как-то сзади подходят это должно вдохновлять художников да художники вот там свои студии имеют значит художники делятся есть обычные художники маслом так есть художником акварелью куда мы еще один паре габриэле которую ты видел у нас на стенке висит так хорошо я ее живьем венеция картины до идем к марии некоторые такие прибыли она вообще француженка поэтому она но она едет на юг франции на север италии и там обычно рисуют ну да и заберите в районе истории нет проблема заключается в том что ей нужно вести с тобой тюбики на тюбики они как жидкость проверяют начинает не пропускать там совершенно интересные нюансы вдруг поэтому ей приходится держать какое-то место где она там где-то во франции где она вся из франции у тебя артистическая естественно пошли на нее глядем сейчас зайдем скажем команд сова я тебе просто скажу еще пару вещей кроме такой обычной живописи есть еще искусство фотографии они очень интересные фотографии делают есть всякие интересные люди которые его делать мозаику есть люди которые делают стейнгласс ну вот как вот в церквях вот как это называется порой витражи да есть люди которые делают дутое стекло слушай а есть такие что понимаешь что явно на наркотиках вот то есть это такое дело что в нормальном состоянии так сделать нельзя это было сначала я тебе не про клюканье я тебе говорю как бы по существу да будет есть место где стеклодувы они делают всякие интересные ваза сейчас сезон для они тыквы всякие выдувают из очень интересно понял если ты когда-нибудь был например в венецианское стекло сравнивал да то это вот близко такого уровня ну уровня не скажу такого ну папа как мурана глаз ну хорошо тогда пошли некоторые делают ювелирные украшения некоторые делают всякие стекляшки ювелирные так что много-много вариантов их тут штук 200 наверное этих студий может ну три участвует в конкурсе сотни две да я видел номера за 200 тогда туда так вот мы туда идем в ту сторону нет у них какие-то разногласия по маршруту у вас какой-то путеводитель есть да по всем карты когда есть карта на которой помечено все мы можем показать на самом деле на одну карту они даже не укладываются теперь сейчас посмотрим это журнал издается специально под эту вот ну под это мероприятие под ярмарку вот эту вот так дни открытых дверей это карта здесь помечена гавань она находится вот здесь да и вот мы находимся в в северной части от гавань это все санта-круз синенькие это которые будут два раза они еще вот есть такой анкор до уикенд который третий уикенд они повторяются а черненькие будут только один раз но они не показывают какой именно раз это надо просто знать а есть более мелкие вещи они добрались кацвеллы они добрались еще там куда-то вот они да да сроков капитала в аптасе вот тут тоже их довольно много развелось ну что же пошли некоторые вообще вот у меня с прямо в соседнем доме пошли к марии габриэль вот так чтобы показать еще как устроен этот журнал а мы тут просто возле дома тут в полторы минуты вот и они тут pel妃 хорошее место building на пример и каждое имеет право к ним выт mant다 вот каждый имеет право поместить одну жду всё ту бы некоторые делают сумки некоторые делают фото это фотографии некоторое делают живопись некоторые делают всякие стекляшки фон некоторые делают совсем странные местах жить тут может быть можно приехать снять дом и сделать у некоторых тут есть студия тут приходит такой большой барак или сарай, как это лучше назвать, такой своеобразный. Барак, так и говорят, студия. В этом бараке находятся, например, 10 разных художников. Художники, кстати, в основном женского рода. Ко-воркин-спейс. Заодно и тут красота, и там красота. Да, то есть для этих мы не знаем толком, где они живут. В них студия. Но студию надо снимать и деньги платить. А многие просто в своем собственном... Красивый лендскепинг, правда? В гараже. Мне нравится. Дорогой стоит менять все время. Каждый раз идешь как-то новый лоскемпинг у людей. Воды же нет у нас. Отдельная проблема. Да, так слушай, сейчас оказывается, если, например, ты хочешь полить больше, и готов заплатить за воду, ты не можешь, тебя штрафуют. Если ты превышаешь некоторые нормы, там, два раза в неделю, ты можешь поливать в какое-то время. То есть, чтобы это время ограничено, и продолжительность 10 минут. И все. А если ты нарушаешься, на тебя стухнут соседи, или что-то, тебе штраф выпишут. Я заметил, у меня вот первые, там, сколько-то вот этих CCF, которых они мерят. Это что-то там, 700 галлонов. Первые, несколько таких, они идут по 2 доллара. А потом вдруг следующие, и начинают идти по 6 долларов. Ну, правильно. За ту же меру воды. Да, да. А если еще ты превышаешь, так они приходят на третий уровень, и там еще больше берут, а потом уже доходят до твоих штрафов, если ты уж совсем борзеешь. Но, дело в том, что бывает штраф за количество воды, а бывает штраф за то, что ты внеурочное время, у тебя повышенная продолжительность. То есть, ты можешь лимит не превысить, но если ты больше 10 минут фигачил, значит, тебе, соответственно, штраф. Я знаю, что кто-нибудь сидел и ловил 10 минут, я не знаю. Соседи, соседи ловят. Соседи... У тебя значат, да. Нет, у меня нет. Я в этом смысле, что называется, блэст. Да. Но я знаю случаи, что когда вот ездят тут машинки и смотрят такое вот, во время, когда тебе не положено поливать. Да, да, да. Городские власти ходят. Как-то все и проверяем. Друзья, на нас летит чудо-юдо вертолет. Как-то он так... Небольшой такой вертолет. Разлетались тут. Вот видите, идем мы, никого не трогаем тут по улочке вдоль океана. А тут сразу раз. И вот художники, понимаешь. Сёрферов нынче почти нет. Волны тоже нет. Такое ощущение, что и те, и другие все пошли на культурный фестиваль. Друзья, мы тут проходили мимо домика, который строится, скорее всего, ремонтируется, обновляется. Я хочу вам показать вот забор. Понимаете, забор делается прозрачным для того, чтобы люди, проходящие, видели, как хорошо все делается. И увидев, как хорошо все делается, чтобы они могли сказать, я тоже так хочу. И тут же подобрали бы телефон тех, кто так хорошо все делает. И чисто. За жалкие 5 миллионов? Ну, не 5. Это то будет стоить 4 до 5 миллионов. Ну, я не знаю. Место. Я бы его оценил в этом месте там за 3, может быть. Здесь нет, здесь еще бума нет. Это вот в Кремниевой долине бы он уже подорожал сильно. А здесь еще бума нет. И участок небольшой, видите, вот он. А там второй дом, по-моему, сзади. Смотри. Там сзади гараж. Но на самом деле он же и второй дом, потому что там сзади у него надстроено. То есть, на самом деле, как бы два дома получается. Для тещи. Богато, богато. Вот, друзья, вы видите домик Марии Габриэллы. И тут народу... Желтенькие шарики пока. Шарики желтенькие, видно. Ну что, сейчас будем смотреть на французский шик. Я бы, друзья, вам с радостью показал не только домик снаружи, но и картины. У нее удивительная акварель. У вот Марии Габриэллы. Удивительная акварель. Она пишет, но не разрешает снимать. И я третий раз уже у нее тут. И третий раз подкатываюсь. Она так, ну, совсем болезненно относится. Даже как-то неудобно спрашивать. Ну вот, может быть, найдем веб-сайт там, посмотрим. Здесь люди делают обалденные совершенно фотографии. Там у нее из Африки, из Антарктиды. И мы поговорили с художником, с женщиной. Вот. И она совершенно потрясающая. Фотографии удивительные. Но снимать тоже не разрешает. Очень строго все. Марк Хиновский рисует на досках. Таких почти не обтесанных. Мы как-то бывали у него уже здесь в доме. Вот, смотрите, какие у него произведения. Такие. Это на досках. Вот, если вы видите, там в обеих картинах, там снизу просто доска такая вот серенькая. Вот и тут тоже, видите, фактура доски прям видна хорошо. Вот Виктор находит в искусстве больше граней, чем просто люди, которые смотрят на произведение. Печенька-то вкусная? Печенька-то просто как подкладка. Сыр. Подожди, а там еще вареница, да? Подожди, очень дорогие. Это сыр. А вот, мягкий сыр. Это хорошие сыры, я понял. А это варенье с инжиром. Да ты что? Самодельное или какое-то. Так, так, скажи, скажи нам, как получается, так, давай, говори нам, давай, говори, ням-ням, удалось. То есть не дала, окей-то, день не прошел зря. Но алкоголя больше нигде нет же, обидно. Алкоголь, ну мы еще посмотрим, уже не, еще не вечер. Вот, такое ощущение, что это был какой-то ящик с замочком. Комбинация. Комбинация, а, окей. Друзья, я знаю, что вы любите эвкалипты. Оно же по-русски в народе. Называется бесстыдница. Потому что голенькая стоит и никого не стесняется. Очень красиво. Когда вот так целиком все это видишь, издалека, сразу, к сожалению, в камеру не попадает. Но очень здорово. К нашей группе подключаются радиослушатели из-за забора. Вот вы видите, друзья, табличку. Тут наша, ну нельзя сказать соотечественница, но корнями. Корнями. То есть родители. Или там, может быть, дедушки, бабушки. Вот откуда-то оттуда были. Или мы с ней как-то разговаривали, я не помню, откуда они. Из Одессы, из Киева. Можем уточнить. Вот. Посмотрите на динозавра. Миша, ты должен уснять. Где динозавр? Тут металлическая скульптура. Так это жучок какой-то. Почему динозавр? Ну, друзья. Собачка какая-то. Вот это смотрится как собачка с... Говорят, что это динозавр, я не знаю. Таракан. Может быть и таракан. Да, это, друзья, мелки для пастели. Ну, не мелки, но вот чем делают пастель. Вот Эрика здесь стоит и рисует, пока мы здесь. Она рассказывает, откуда она. Да, у нас идет дискуссия, что значит перловка, перлов и перловка по-английски. То есть она проверяет нас на знания. Так, так сказать, корней. Да. Друзья, я хочу сказать, что значит женщина, правда? Когда вот женщина организует что-то, совершенно другое удовольствие. И венцо, и сливки, и пирожные, и орешки. Ну, вот действительно, правда? Почему вот не все женщины, не все художники женщины, вот хотелось бы. Да. Светка, Светка, ты можешь полистать, Света, полистай картинки. Так только с левой рукой, чтобы я мог снимать. Это... Брозовая роща. Ну да, да. А почем такие? Они, по-другому, дешевые должны быть. То есть картина сама, с которой делается, она... Это здесь вот наши эти бриджи. Да, да, да. Картина-то может стоить там несколько тысяч, а так... А вот тут цена 135 долларов. 35? 135. Да ты что, ну покажи, что здесь. Вот это вот 135. Ну это Ван Гог. Нет, ну это, Светик, скорее всего она сама. А что, это женщина? Это женщина, Эрика зовут. Да, ну это мужчина. Я думаю, что Ван Гог... Ой, а это вот наша, где растет наша клубника. Да, я думаю, что сам Ван Гог возражал, чтобы она продавала его картины. Но тем не менее, это ее картина, ну как бы источник вдохновения и известен. И это все тоже. Как бы напоминает, напоминает мне. Хорошо. И это все тоже. Ну красиво, красиво. Красиво, красиво. Понятно, пойдем дальше по сниманию. Да, вот такие пейзажи. Вот это 400. А это уже 600. Это все, знаете, вот очень многие вещи тут мы просто когда смотрим, местные ребята, мы как бы знаем, где это все с ним, откуда рисовалось все это. Это местные пейзажи. Вот такая картинка стоит вот 400 долларов. А вот это 600. Я вас уверяю, что если вы хотите такое купить в галерее, например, это будет стоить, ну, существенно, существенно дороже. Она молодец, конечно, тут все, что скажешь. Я уже слушала легче про звук. Очень классно. Очень красиво. Потому что это дети, у которых мы к ним, если вы не видели, вы не видели, вы не были волосами прошиты, чтобы... Тут уже отражение не так хорошо видно. Вот хорошая надпись такая. Смотри на ней, трогай. Вот тут океан. А вот тут улица. А вот тут... Сразу два номера. Видите, 46-й и 47-й. Значит, один скульптурой занимается, другой ювелиркой. Ну, пошли посмотрим. Домик у них, я бы сказал, лучше, чем обычный домик у художников. И, надо сказать, вместе стоит совершенно потрясающим. И еще, даже, друзья, не зайдя вовнутрь, вы чувствуете, что попали в дом, где живут скульпторы. Вот это олицетворение, даже не знаю чего, добра. Вот такая хрюшка, очень добра. Такой ампирный шкафчик. И скульптор, ее зовут Мэри Энн, она здесь на кухоньке, пока находится, беседует с людьми. Так, картина, а под ней вот девчонки. А под девчонками, тарелочки красивые. В этом что-то есть даже от пролетарского искусства, мне кажется. Такое. Из 30-х. Тема балета представлена. А вот мы вышли на такой, на улицу, на дворик такой. Какая-то индийская тематика. А здесь уже ювелирка пошла. Вот такие. Ювелирные. Вот тут у нас, пожалуйста, игра с солнца. Может нам помешать увидеть детали, но в целом вот так, миленько. Вот это имя художницы. И Дега внизу. Да. Ну, с Дега я бы, конечно, не сразу сравнивать. Ну, а зачем сравнивать? Это она сама по себе. Так. Не будем сравнивать. Будем просто смотреть. Так. Такие ангелочки. Так. 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 Спасибо. В доме, друзья, очень бы к месту была выставка современного искусства. Но нет выставки, просто люди живут и все. Надо сказать, что наши друзья, они являются экстремалами по пешеходным пробегам, проходам. Поэтому там, где все люди нормальные на машине ездят, они ходят пешком. Вот поэтому много художников мы сегодня посетить не могли. Ну так, по чуть-чуть. Так что мы погуляли немножко, прошли по нашему прибору 10 тысяч шагов и возвращаемся на базу.